Китайский режим, который пытается скрыть от международного сообщества свои систематические преступления и геноцида в Восточном Туркестане, охарактеризовал критику западных и европейских стран в отношении рабского труда, ограничений свободы вероисповедания или прав человека в регионе, как попытку контролировать страну через Синьцзян. Партийный комитет Синьцзянского народного правительства подчеркнул необходимость сопротивления критики с помощью правовых механизмов и решительной борьбы с иностранными державами по вопросам, связанным с Синьцзяном. Самир Зубери, член Палаты общин, отправящий либеральной партией канадского парламента, встретился с уйгурской общиной в уйгурском центре в американском штате Вирджиния 18 июля. Самир Зубери сказал, что уйгурский вопрос – это долгосрочная борьба, и они продолжат работать над этим. Помимо Самира Зубери, три члена канадского парламента, в том числе Арнольд Вейерсен из Консервативной партии Канады и Адриен Ларош из парламентской группы Квебека, встретились с уйгурской общиной в уйгурском центре 19 июля во время недельного рабочего визита Вашингтон. Было объявлено, что один из ответственных за геноцид уйгуров в оккупированном Восточном Туркестане главный дипломат Китая Ван И, директор канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, 26 июля посетит Турцию с однодневным визитом. Согласно сообщению BBC, основанному на докладе парламентского комитета по разведке и безопасности, Китай смог агрессивно нацелиться на Великобританию из-за неспособности Лондона разработать эффективную стратегию борьбы с угрозами национальной безопасности со стороны Пекина. Обвиняя правительство Великобритании в неспособности признать связанные с этим проблемы, в докладе говорится, что Китай взял под свой контроль каждый сектор экономики Великобритании. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что он абсолютно осознает, что против Китая еще многое предстоит сделать. Посол Китая в Вашингтоне ЦФН предупредил, что Соединенные Штаты могут принять ответные меры против мер национальной безопасности Китая, которые нацелены на сектор чипов и инвестиций Китая. В своем выступлении на форуме по безопасности в Аспене, прошедшем в Колорадо, США, ЦФН оценил шаги США в отношении Китая и отношения между двумя странами. Основатель российского частного охранного предприятия «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что на территорию Беларуси прибыли его наемники. Пригожин, который пообещал сделать белорусскую армию второй армии мира, находясь в Беларуси, сказал, что поддержит их в случае необходимости. Редактор субтитров А.Семкин